Я помню, когда началось болотное, все эти протесты, покойный уже теперь Борис Немцов очень радовался, говорил, вот, наконец, а я его успокаивал, говорю, знаешь, Борис, это ненадолго. Я смотрю на них и понимаю, они для себя сейчас решают, есть смысл оставаться в этой стране или нет. Если можно хоть что-то сделать, они попробуют. Нельзя, они уедут. И правильно сделают. Ну, то есть, вам кажется, что вот на данном этапе сейчас бороться за демократические ценности в России некому и незачем, и перспективы нет. Всех более-менее достигших какого-то авторитета их уже, или они уехали, или их убили. Ну, понимаете, там молодежь есть, но она хорошая молодежь. А вы о ком сейчас говорите? Можно я уточню? Ну, там, я не знаю, Яшин есть, да. Вот, я его хорошо знаю. Ну, еще вот такие же фигуры. Он уже как-то заметный, более-менее он уже что-то делал. Ну, конечно, большого авторитета у него еще нет. Он молодой, опыта у него мало. И, конечно, их недостаточно. Это ничего не оппозиция. А Навального? Вот его все считают главным, как бы, независимым оппозиционером. Я как-то не верю, что он это все делает без каких-то контактов с властями. У меня все время подозрение, что ему всю эту информацию сливают, что это борьба кланов. Что это борьба кланов. Его используют. Он ловкий, он очень хорошо использовал эту ситуацию, чтобы, как бы, поднять хоть какое-то заметное движение. Это заслуга, безусловно. Но я очень к таким вещам отношусь настороженно. С другой стороны, у него брат сидит. Брат сидит, я знаю, да. Ну, брат же заложник. Не, ну, это обычная вещь. Они подстраховываются, чтобы не соскочил.